Да, доброе утро, студия. Действительно, сейчас находимся в Европарламенте. Пятый форум свободных народов пост-России. Вот он добрался, наконец-таки, до центра бюрократической Европы. Это своего рода такое признание еще, если не официально, то, по крайней мере, высокий уровень, так сказать, принимающей стороны. И вот мы сейчас находимся тут за соседней дверью заседания, которые у вас фрагменты сейчас на экране. Вот рядом со мной Илья Пономарев. Здравствуйте, коллеги. Да, соответственно, в форуме участвуют представители разных регионов, а Илья Пономарев представляет съезд народных депутатов. Какие впечатления, Илья? Это уже традиционный форум, и я принимал участие во многих из этих форумов. Видно, что они растут, присоединяется все больше и больше людей. Но самый главный процесс, который происходит, это именно осмысление, как будет жить Россия после краха Путина. Но мы ведем активную, я бы сказал, дипломатическую работу с разными крыльями оппозиции для того, чтобы они наладили общение друг с другом. И вот с форумом Построссии, при том, что есть, безусловно, разница в подходах по будущему. Здесь очень много людей, которые, в принципе, не заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала свое существование. Но вот в том, что не должно больше существовать империи, мы, например, сходимся. Это дает нам возможность быть вместе, разговаривать вместе и думать об этом будущем, в котором нет империи. Отправляемся с вами в Брюссель, потому что там действительно происходят нетривиальные и очень важные события. Там на форуме свободных народов Построссии, в Европейском парламенте, в Брюсселе присутствуют и, в частности, делегаты съезда народных депутатов. И у нас сейчас есть возможность пообщаться с ними. Прежде всего, я приветствую Алексея Барановского, журналиста. И там где-то должен быть точно рядом Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения. Говорите громче, глава секретариата съезда народных депутатов. Но прежде всего, я приветствую, конечно, Алексея Ивановна. Здравствуйте. Да, доброго дня, Алена. Сейчас в Брюсселе в Европейском парламенте перерыв. Идут пленарные заседания форума свободных народов Построссии. Действительно, здесь присутствует несколько представителей съезда народных депутатов. Вот ты совершенно правильно сказал, Андрей Сидельников, председатель секретариата съезда. Он выступал на второй панели. Андрей, какие впечатления? Расскажи утру февраля. Добрый день. Ну, впечатления, как обычно, рабочие. Мне очень приятно было принять приглашение и выступить на этом форуме. Потому что, в общем-то, те вопросы, которые сегодня обсуждаются, они волнуют, естественно, каждого россиянина. Речь идет о будущем страны. Как будет после победы Украины, какой конфигурацией будет Россия. Как это будет вообще происходить. Какая страна останется в итоге. И какие страны новые появятся. То есть, это вопросы глобальные. Они требуют достаточно серьезного обсуждения. И то, что я сегодня вот увидел среди делегатов этой конференции, среди выступающих, спикеров, в общем-то, вселяет надежду то, что, в общем-то, мы придем достаточно в скором будущем и увидим и освобожденные народы, которые борются за свою независимость. В первую очередь, включая, конечно же, это Ичкерию, которая сделала огромное количество шагов за долгие годы и шаг за шагом обретает независимость. А также и другие народности, которые выступают за то, чтобы быть независимы от Российской Федерации. Что такое пост Россия? Как вы ее, наверное, там представляете? Какие главные базисы, тезисы закладываете, говоря о России после войны? Ну и, надеюсь, конечно, после Путина. А вот мы к этому вопросу хотим как раз подключить Мизерин, это тоже делегат Съезда народных депутатов, участник сегодняшнего форума, но также он и наш утрофевралец тоже, февралист, что называется, выходит передача. Павел, что такое пост народа, пост России? Ну, видите ли, друзья, сегодня такая ситуация, Путин создал такую ситуацию, что мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, в каком формате будет Россия, мы не знаем, будет ли вообще сама Россия. Вот если еще год назад о возможном распаде России и от пост России говорили как о какой-то маргинальной фрик-идее, то сегодня об этом говорят уже все там ведущие лица российской оппозиции, включая Навального, Ходорковского и Каспарова. Мы не знаем, что будет завтра. Ситуация катастрофически катится стремительно таким образом, что вполне возможно, что через год в это же время мы будем действительно жить не в России, а в пост России. И надо быть к этому готовым. Мы здесь именно к этому и готовы. Может быть, этого и не случится. Может быть, мы, дай бог, если мы там дуем на холодную воду, может быть, все закончится миром, и мы переучредим Российскую Федерацию с правами регионов, с демократическими выборами, с свободой для региональных партий на свободных российских регионах. Дай бог, чтобы это все было так, чтобы тихо... Но, возможно, и другой вариант. И мы здесь к этому готовимся. Хотим, чтобы и другие были к этому готовы.